Добрый день, уважаемые телезрители. ГТРК «Волга» продолжает прямую трансляцию на канале «Россия-1». И сегодня у нас в студии глава города Ульяновска Сергей Панчин. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Добрый день, Дмитрий Александрович. Рад вас приветствовать в нашей сегодняшней студии. Спасибо, спасибо огромное. Телефон прямого эфира 463339, можете звонить. Также идет прямая трансляция в социальных сетях. Первый вопрос, Сергей Сергеевич. Мы уже начали убирать город, и накануне состоялся первый субботник по счету или нет? Нет, он состоялся уже второй, потому что во время аппаратного совещания неделю назад губернатор принял решение. Погода начала устанавливаться добротной такой, теплой. Был такой период, и было принято решение. Мы прошлую пятницу уже провели первую, так сказать, вот первую санитарную пятницу, продолжили эту работу в субботу. Поэтому это уже был практически второй субботник. А вчера начали убираться в парках, да? Да, мы вчера начали уже усиленно. Я вчера проехал практически все городские парки. И надо отметить желание арендаторов, городских служб очень серьезно оформить вот эти вот парковые зоны. Поэтому я приглашаю всех жителей города Ульяновска. Не буду раскрывать секреты. Первого мая состоится открытие в 11 часов дня. И где ближе парк, кому Победа, кому Виновская, Роша, парк Прибрежный, 40-летие в ЛКСМ, парк Владимирский. И вы увидите новые аттракционы, новые программы. Работники парков очень серьезно готовятся. И я уверен, что жителям это очень серьезно познается. До 1 мая парки будут приведены в порядок все. Да, у нас официально, согласно распоряжению главы города, 1 мая официальное открытие городских парков. А сегодня мы продолжаем субботник в городе, внутри дворов и так далее. До какого срока тоже мы это должны сделать? Ну, мы на сегодняшний день по всем параметрам 27 апреля, затем, значит, 17 мая и последний день чистоты мы проведем 27 мая. То есть вот до 1 июня город должен быть в идеальном состоянии. Блестеть. Блестеть, да. Ну, здесь, конечно, я вот и сейчас, и с утра тоже участвовал в проведении субботника на Мариышкином роднике, здесь недалеко от студии. У меня большая просьба к населению. Конечно, многие территории, те, которые сегодня мы убираем, они приводятся в нормативное состояние, но просьба убедительная, потому что без вас, без жителей мы, конечно, больших объемов поработать не сделаем. Сегодня в очень таком неприглядном состоянии, особенно дворовые территории, мы видим, что есть на сегодняшний день проблемы с работой управляющих компаний, подрядных организаций, с оплатой жителей за благоустройство. Это тоже надо честно признать. Поэтому я просто призываю в эти вот весенние дни выйти, помочь самим себе привести территорию в порядок. И дождаться, когда в детскую песочницу завезут песок. Да, ну, мы для себя поставили тоже задачу до 25 мая. Во все дворы мы завезем, конечно же, песочек, мы отремонтируем малые экспедиционные формы, те, которые, ну, совместно с управляющими компанией, совместно с населением. Там, где можно, мы установим новые, то, что нам позволяет сегодня программа. Но, по крайней мере, до 1 июня, день защиты детей, мы ставим срок 25 мая, но до 1 июня, до дня защиты детей, все эти работы, конечно же, будут выполнять. Сергей Сергеевич, вопрос от телезрителей поступает по следующим темам. Основные две – это парковки на газонах, ну, и за которые, в общем-то, штрафовать начали, когда сошел снег, и мы увидели, что это действительно газон. И вторая тема – это аварийные ямы на дорогах Ульяновска. Ну, улицы, наверное, нет смысла перечислять. Давайте лучше мы услышим, какие будем ремонтировать. Да. Вы понимаете, вот на сегодняшний день мы попали в очень неприглядную такую ситуацию. Идет очень много критики, но там, где люди разбираются в этих вопросах, специалисты прекрасно понимают, вот даже сегодня ночью было минус 1 градус. То есть вчерашняя ночь прошла на минус 6 градусов. И прекрасно понимаем, что дать холодным асфальтом, чтобы мы делали мелочные работы, если горожане помнят, то такие виды работы исполняли красным кирпичом. Забивали красный кирпич в асфальт и приводили это все в нормативное состояние. Сегодня есть у нас более дорогостоящий, конечно, этот метод, но мы идем холодным асфальтом. И там, где сегодня позволяет вот это вот виды работ, мы делаем. Но объемов, конечно, больших мы не достигаем. Горячим асфальтом можно работать при плюс 10 градусах. Мы вот видели с вами вчера, погода поднялась до плюс 6 градусов. И уже начали. И уже начали. Но здесь палка об двух концах, мы можем не достичь качества выполнения работы. Мы понимаем, что очень много критики, мы спешим. Но уже вот с завтрашнего дня, с воскресенья наступает благоприятная погода. У нас сегодня 12 бригад уже стоят, ждут. У нас сегодня 8 струйников, те, которые машины, их горожане уже привыкли. И если у нас вот в воскресенье все с погодой, так как прогнозируют синоптики, все образуется, значит мы уже с воскресенья. Ну а в понедельник уже массово выходим всеми на сегодняшний день бригадами для того, чтобы привести в надлежащее состояние. Мы продолжаем прямой эфир с участием главы города Сергея Панчина. И вместе с нами сегодня во второй студии работают представительные и компетентные делегации городской администрации. Сегодня вместе с нами исполняющий обязанности первого заместителя главы города Михаил Алексеевич Цычев 463340, первый заместитель главы города Ульяновска Владислав Владимирович Игонин 463365, начальник управления по развитию исторической части города Лариса Викторовна Зубкова 435840, начальник управления по охране окружающей среды Александр Сергеевич Курашов 463366 и исполняющий обязанности начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Сергей Геннадьевич Демидов 463361. Ну и продолжаем тему дорог Сергея Сергеевич. Сколько есть в этом году денег в бюджете для того, чтобы залатать все эти проблемные места и что мы будем делать в первую очередь и каким методом? Ну, как я уже сказал, вот в преддверии нашего перерыва о том, что с горячим асфальтом мы буквально вот завтра, послезавтра, хотя уже некоторые виды работ мы начали делать, вот мы в Ленинском районе будем в первую очередь от 16 улиц делать, бульвар Пластова, Дмитрия Ульянова, Ленина, Спаска и многие другие улицы, их все перечисляют. За связи 19 улиц мы их делаем, в том числе, значит, Московское шоссе, Октябрьское, Терешковое, Западный бульвар, Промышленное, где тоже идет очень много критики, 11 участков мы в Железнодорожном районе сделаем, Гаев, Оречис, Кольцевая, Первомайска и в Заволжье, проспект Ульяновский, Созидатели, генерал Тюленево и 14-й инженерный проезд. Но это не говорит о том, что мы остальные улицы не будем делать, это я вот перечислил все улицы, которые пойдут первоочередными. Плюс ко всему мы прекрасно понимаем о том, что около миллиарда рублей мы потратим на сегодня день и на капитальный ремонт дорог, о публикации о том, какие улицы, в каком районе мы опубликовали, кого интересует на сегодня день. Есть сайт городской администрации, есть сайт комитета дорожного хозяйства, это все опубликовано. И я когда проходил с отчетами, Дмитрий Александрович, впервые в истории города, обычно глава города отчитывается на заседании городской думы, но в этом году мы провели 6 встреч с населением. Во встречах участвовало около 3000 человек, мы прошли Заволжский район, провели в Ленинском встрече, в Железнодорожном, две встречи в Засвияжском районе. У меня вот огромный такой документ, где перечислено 176 вопросов, которые мне жители задали во время вот этих встреч, и в том числе ремонт городских дорог. Сегодня каждый вопрос мной лично контролируется, я уверяю жителей, те, кто задали вопрос в определенные сроки, те, которые мы с вами переговаривали, все вопросы будут решены, и вот эти вот улицы первоочередные, но мы потом и перед собой сейчас задачу ставим, деньги у нас сегодня, конечно, есть на проведение вот этих вот ямочно-карточного ремонта, но и во встречах с жителями сейчас я хочу сказать, вот для того, чтобы решить все проблемы города Ульяновска, нам нужно в год иметь не менее 25 миллиардов рублей. У нас сегодня мы комплектуем свой бюджет с помощью федерального и областного бюджета, который также на эти цели отпускается, 13,5 миллиардов рублей, нам практически еще половины не хватает. И как я доводил параметры эти до населения, сейчас хочу довести, у нас есть стратегия 2030, где все это заложено, и к 2024 году мы должны именно добиться пополнения бюджета до 25 миллиардов рублей, тогда нам уже легче придется дышать в этом направлении, но тем не менее жители видят, есть, конечно, о грехе, у меня вот второй документ есть, мы в прошлом году провели ремонт дворовых территорий, капитальный ремонт, я буквально вот 4 дня тому назад собирал жителей, каждый двор вот все зафиксировано с фотографиями, собирал старших по домам, и надо признаться, что многие из них, вот старшие по домам, пришли и поблагодарили людей, те, которые действительно делали, мы где-то процент 80, действительно дворовые территории выполнены с забродным качеством, и люди прямо руководителю подрядной организации, присутствие нас, говорили спасибо. Но есть вот процентов 20, где есть огрехи, поэтому мы подрядчик обязали, документ такой составили, предписание мы выписали до 1 июня, все на сегодняшний день вот эти вот недостатки, они будут устранены. Но перед нами стоит сегодня, Дмитрий Александрович, еще большая задача, вот мы вчера участвовали в посадке деревьев, но субботник проходил, и очень приятно было, вот понимаете, в железнодорожном районе, надо отдать должное Владимиру Ивановичу, Трофимову с его командой, ребята школы номер 11, собрали 3 тонны бумаги, на эти деньги купили саженцы, каштаны, и вот мы вчера вместе с ними там сажали, и надо вот привести даже пример, родители с ребенком дома вырастили 7-летний каштан, и вчера они его посадили, вот именно этот ребенок участвовал в посадке этого каштана. Но я-то о чем говорю, вот у меня подошли две женщины, подвели их к дому, на 12 сентября дом 7, и мы видим те выбои, на которые есть, поэтому мы сегодня перед собой ставим задачу в этом году максимально сделать ямочно-каршечный ремонт и на дворовых территориях, а уже в следующий год заложить больше денежных средств, тем, чтобы нам вот, особенно вы тоже живете здесь, на территории города Ульяновска, много таких явлений в новом городе, где вот вроде бы двор хороший, но 3-4 ямы, и они уже создают очень серьезные неудобства. Вот наша задача максимально сделать в этом году и продолжить в следующем году. А там, где сегодня пролегают пути эстафеты районных, удалось отремонтировать? Да, мы эстафеты, маршруты эстафеты, я сразу же приношу извинения жителям, то, что мы ряд улиц перекрыли, но это традиция, и я, уважаемые взрослые, прошу потерпеть, потому что это праздник, это праздник спорта, это дети наши участвуют в этом мероприятии, и, конечно, все трассы, всех четырех районов, они сегодня идеально подготовлены, потому что проходила специальная комиссия, в том числе и ГАИ, которые смотрели подготовку прилегающих территорий, так что нам ничего не мешает, и буквально через несколько минут эти эстафеты уже стартуют. Но у нас сегодня и второе событие, это мы первый день по графику уже запустили движение маршруетного транспорта в садовое общество. То есть мы на протяжении двух месяцев с председателями садоводческого общества каждую среду в 7.30 утра встречались у нас в мэрии, мы отработали весь график, мы сняли ряд вопросов, и как у нас это заложено в традиции, 2 мая будет день садовода, то есть праздник садоводческий, мы отработаем еще дополнительно, кроме праздничной программы, дополнительных вопросов, мы будем им также помогать отсыпать дороги, ремонтировать дороги, будем помогать вывозить ТБО с территории садовых обществ. Здесь просто я обращаюсь к председателям садоводческого общества, если они видят эту передачу, может быть увидят где-то в записи, в интернете, наша с вами вот эту вот беседу, то, что не надо лежать на диване, надо туда приглашают, подавать заявки. Вот даже вчера эти женщины, когда мы стали с ними разговаривать, вот соседний двор сделали, начали смотреть, да, они участвуют в соседний дом, во всех программах, в народном бюджете, а у этих женщин на 12 сентября 7, даже старшего по дому нет, то есть вот, как говорится, кто первый встал, тому и тапочки, а здесь вот таким вот образом. Поэтому я призываю жителей, призываю председателей садоводческих обществ, нужно просто сегодня очень активно себя приявлять, участвовать в формировании городского бюджета и участвовать в распределении городского бюджета, тогда будет все нормально. Сергей Сергеевич, вопрос от телезрителей, опять про транспорт, как он будет работать на Пасху и Радонницу? – Дмитрий Александрович, я вам вот сейчас положил график, я положил график движения транспорта на Радонницу и пасхальные дни. – В 6.41 рейсе. – Да, я убеден. – Нет, а есть еще раньше, 6.00. – Уважаемые жители, по нашей традиции я уже распоряжение подписал, сегодня на утреннем штабе я повторил свои распоряжения о том, что в ночное время и на Радонницу, и во время Пасхи, и освещение, и транспорт, и безопасность дружинники полиции, все будут работать, поэтому я вселяю уверенность в населении, можно чувствовать себя спокойно, мы будем все тоже участвовать во время этих мероприятий на территории города, и губернатора, и глава города, и члены правительства, и работники мэрии города Ульяновск. Поэтому весь атрибут на сегодняшний день качественного богослужения и пребывания доставки мы, конечно, сохраним. Маршрут мы опубликуем, он будет в газете «Ульяновск сегодня», он будет на сайте Комитета дорожного хозяйства, поэтому заходя в газете «Управдом», это наша городская газета, практически даже через газету «Ульяновск сегодня» «Управдом», она зайдет, эта информация в каждый дом. – На остановке никто не останется, автобусов будет больше, все доедут. – Сергей Сергеевич, когда закончится отопительный сезон, спрашивают телезрители, ну а я, подводя, всем видно, что школы отапливались, детские сады было тепло, в домах тоже трубы не лопнули, как будем готовиться к следующему? – К следующей зиме я уже постановление подписал об окончании отопительного сезона и подготовить к новому отопительному сезону. Нас уже сегодня больше беспокоит новый отопительный сезон, и, уважаемые жители, вы видите, что на протяжении уже ряда лет мы не испытываем, я постучу вот по столу, не испытываем серьезных таких катаклизм, как испытывают наши соседи, соседних регионов. Конечно, этому предшествует очень серьезная работа. Т-плюс компании, они в этом году, мы в среду проведем с ними уже окончательное совещание, они вкладывают очень серьезные деньги, будут менять 2 километра теплотрассы, там, где у нас вызывает сегодня сомнение. Наши предприятия, теплоком, теплосервис, теплосеть будут менять около 17 километров вот этих вот труб теплоснабжения. Да, затем наши предприятия, Ульгас, Водоканал и другие тоже готовят очень серьезные программы, мы их утверждаем, мы смотрим, где, как они сегодня проводят. Поэтому в этом году мы порядка на 20-25 процентов вложим денежный средств больше по отношению к прошлому году в подготовке к работе в зимних условиях 19-20 года, с тем, чтобы сохранить нам вот ту тенденцию. Ну, а когда отключим тепло, все прекрасно понимают, не первый год мы этим вопросом занимаемся, это нужно на сегодняшний день 5 суток, когда температура будет превышать плюс 8 градусов. Пока вот этот вот временной режим не наступит, мы же помним с вами, когда чуть потеплее стало и сразу пошла критика, когда отключат тепло, а потом раз, у нас уже минусовые температуры в ночное время. Поэтому это определено на сегодняшний день Министерством ЖКХ и энергетики страны, это закон, то есть каждый житель может замерять температуру от начала, как только наступило плюс на сегодняшний день 8 градусов, и мы прекрасно понимаем в течение 5 суток, мы обязаны уже по закону будем отключить. Лариса Викторовна Зубкова вместе с нами сегодня, человек, который отвечает за развитие исторической части Ульяновска, и, конечно же, мы с вами должны, наверное, пользуясь этим, говорить о том, что город готовится к 150-летию со дня рождения Ленина. Каким образом? Дмитрий Александрович, вот и страна, и регион, и город, мы сегодня проводим очень серьезные работы. Но я думаю, жители владеют информацией, то, что страна выделила 2,5 миллиарда рублей на ремонт мемориального центра. Огромные деньги. Мы сегодня проводим и создали управление по сохранению и реконструкции исторической части города Ульяновска, Лариса Викторовна, это все возглавляет, у нас тоже есть программа, мы вкладываем в этом году более 50 миллионов вместе с региональной властью только в реконструкцию и сохранению именно той исторической части, каким ее видел Владимир Владимирович Ленин, более 50 миллионов рублей, и этот проект он также опубликован. Ларис Викторовна, я, если можно, ей вот два слова просто-напросто дать, чтобы она высказала, так сказать, какие виды работы. Нехватка эфирного времени у нас, Сергей Сергеевич, к сожалению, не будет. Значит, уважаемые друзья, вот в понедельник у нас будет очередная годовшина со дня рождения Владимира Владимировича Ленина. Мы готовимся, в 8 часов утра мы во главе с губернатором возложим цветы к памятнику нашему великому земляку. Но я уверяю всех о том, что все памятные места, все памятники, те, которые у нас учреждены Владимиру Владимировичу Ленину, мы их сохраняем, сохраним и будем в дальнейшем продолжать эту работу. Это память, этому учатся многие поколения. Но череда дней рождения великих людей Ульяновска уже началась. Сегодня отмечает юбилей Исаков Александр Васильевич. Да, уважаемые жители, старшие поколения точно помнят Александра Васильевича Исакова. Ему сегодня исполнилось 90 лет. Александр Васильевич, я искренне поздравляю вас с этим замечательным юбилеем. Человек от рабочего станка стал секретарем парткома завода, первым секретарем райкома партии Засвияшского. Мы, кстати, с ним начинали на одном заводе, только я попозже пришел, на завод тяжелых уникальных станков. Потом он второй секретарь горкома партии, зам председателя облсполкома, председатель комитета народного контроля Ульяновской области. Два ордена знак почета, два ордена трудового красного знамени. Это великий человек. Давайте пожелаем ему добра, удачи, здоровья. Я обязательно выберу время сегодня на пять минут заехать к Александру Васильевичу, пожать ему в мужественную руку. И от всех жителей Ульяновской области, но особенно города Ульяновск, пожелать ему всего самого-самого хорошего. Ну, Александру Васильевичу большой привет. С таких людей надо, наверное, брать пример, как и, например, вот с проспекта Нариманова, 31, дробь 2. Там люди сообщают, что уже убрали свою территорию. Я возвращаюсь к субботникам для того, чтобы призвать еще раз наводить в городе порядок, как сегодня, так и во всех других до 1 июня. Ну, вы понимаете, я не лукавлю, я говорю откровенно. Я владею многой обстановкой, как зампредседателя Совета муниципальных образований Приволского федерального округа. Народ у нас замечательный. Люди отзывчивые. И многие нас слышат. И вот то письмо, которое мне прислали жители вместе с фотографиями, они добровольно вышли. И таких примеров десятки. Они добровольно вышли, убрали территорию, не принадлежащую к дому. Они убрали, чтобы проживалось комфортно. Конечно, здесь больше-то задача власти, с тем, чтобы обязать, заставить, проконтролировать. Но, тем не менее, вот такие отклики, это люди большой души. Я с вашего разрешения передаю им огромный привет. Мы их видим, слышим. Мы обязательно к ним приедем. Во двор мы с ним поучаствуем. Мы оказываем помощь в дальнейшем благоустройстве. Потому что это действительно замечательные люди. А в целом я хочу у населения города сказать о том, что многие на сегодняшний день жители, это было видно и по отчетам главы города, участвуют, хотят видеть. И на одной из встреч я просто низко поклонился. Потому что в ДК Руслан, вы представляете, там 700 человек. Но люди пришли, стояли в проходах, задавали очень интересные такие рабочие вопросы. Без злости, без... То есть люди хотят жить и участвовать в решении вопросов на территории города. Это очень приятно. И я постараюсь со своей командой оправдать уважаемые друзья ваши доверия. Сергей Сергеевич, у нас еще 30 секунд эфирного времени. Возвращаясь к открытию паркового сезона, откройте секрет, новые аттракционы появятся в Ульяновске? Да, я уже сказал, 4 новых аттракциона, и в том числе ледниковый период, появятся в Виновской Роше. Новый аттракцион вчера монтировали в парке 40-летие Победы. Новых 6 аттракционов в парке Прибрежном. Новые аттракционы сегодня появляются в парке Молодежном. Сменили мариндаторов в парке Семья. И вчера там 350 человек, жителей из Сверского района, участвовало в благоустройстве этого парка. Поэтому нас с вами, уважаемые жители, ждет очень хорошая программа. Кроме вот аттракционов, там будут хорошие выселительные программы. Поэтому ждем вас в парках. С весной, добра, удачи. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Телезрителям за внимание и до свидания.